Вот в этой теме больше вопросов, чем ответов. Поэтому, конечно, вопросы будут очень спорные. Может быть, кто-то не согласится, но так на ваш суд. Вот эту тему решили вынести, потому что, ну, вы, наверное, знаете, что публикаций практически нет, международного консенсуса нет, чётких алгоритмов нет, есть только наше внутреннее понимание, чутьё, наше сердце, наши руки, ну, в общем-то, и всё. Но это немало, поверьте, вот, в общем-то, единственное, что нам удалось найти, вот такие несколько позиций. Причём над этим работала большая команда учёных из Австралии. И я думаю, трудно с этими согласиться, но что, по крайней мере, для доношенных, для недоношенных детей нельзя использовать те же рекомендации, что и для доношенных, да, такая фраза. То есть мы должны всё-таки проводить коррекцию, обязательно. Особенно если речь идёт о детях с очень низкой массой тела, экстремально низкой массой тела. Но когда всё-таки вводить прикорм? Вот когда. Опять же, публикация, опять же, ну, не претендует на какую-то, я думаю, пока какую-то такую основополагающую рекомендацию, но, тем не менее, её можно брать как ориентир. Работали учёные-американцы, австралийцы. Вот они предлагают нам 3 месяца или 13 недель скорректированного возраста. Перед этим я бы ещё хотела сказать, что была рекомендация Объединённого Королевства в середине прошлого века ещё, когда за ориентир предлагалось брать вес массы тела 5 килограмм. Вот от 5 килограмм мы уже можем нашего недоношенного чем-то прикормить. Но вот сейчас более современные позиции всё-таки предлагают вот такой ориентир. Это действительно ориентир, это не прямо такое основополагающее руководство к действию, но, тем не менее, иногда он бывает очень удобен в нашей практике, когда мы должны просто быстро сориентироваться и понять. Вот нам нужно чётко посчитать. 3 месяца скорректированного возраста считается наиболее подходящим периодом для большинства недоношенных детей. Причём вот в этот период 3 месяца именно скорректированного возраста входят все дети, как экстремально рождённые на 22-й неделе гистации, так и недоношенные на 36-й неделе гистации. То есть если мы посчитаем, то буквально вся эта очень разношёрстная компания попадает в этот интервал. Дальше я покажу, что это действительно интервал. Вот это 3 месяца скорректированного возраста. А вчера мы вам показали, как его надо уметь посчитать. И действительно его надо уметь посчитать. Это очень-очень облегчает ситуацию в плане того, когда это вводить. Вот ещё попалась такая публикация. В общем-то она очень похожа с предыдущим слайдом. Но тут уже автор предлагает, уводит нас от понятия скорректированного возраста и просто предлагает 5-8 месяцев постнатального возраста. Просто 5-8 месяцев приходит ребёнок на приём. И вы знаете, что этот интервал, как мы говорим, для доношенных детей от 4 до 6, так и здесь для недоношенных между 5 и 8 месяцами постнатального или нескорректированного возраста. Но рекомендация очень-очень пространная. Но тем не менее есть и такое в публикациях. С учётом вот этих рекомендаций, с учётом нашего опыта работы, мы предлагаем вам такую таблицу. Причём вот эти сроки, они уже и есть. 3 месяца скорректированного возраста. То есть вот считать, что это здесь уже не надо. Это уже и есть скорректированный возраст на 3 месяца. То есть если к вам приходит ребёнок в 36 недель, предположим, мы берём для себя ориентир, 3 месяца скорректированного возраста, то мы понимаем, что если ему 4 месяца, значит ему уже в принципе 3 месяца. Так и здесь. Если ребёнок пришёл, рождённый на таком раннем сроке, в 7 месяцев, и он говорит, мама, нам 7 месяцев, то можно уже быстро понять, всё, это 3 месяца скорректированного возраста. Собственно, вот для того и была сделана эта таблица, чтобы было понимание, что вроде бы ребёнок уже достиг, если вот считать некогда, 10 минут там под дверью ещё сидит несколько пациентов. Вот для этого была сделана эта таблица, чтобы было понимание, готов ребёнок, но по крайней мере в возрастном аспекте принимать эти продукты. Вот можно её использовать как ориентир, но безусловно хочется здесь добавить. Конечно, вот в этой группе пациентов, возможно, более позднее введение прикорма однозначно, то есть здесь они уже, в общем-то, приближаются к зрелым, доношенным детям. То есть вот, например, ребёнку в 36 недель, это же ориентировочно, то есть он уже как бы, возможно, готов и можно обсуждать, но вполне возможно, что ему можно ввести и попозже. Собственно, как вот и этим, очень редко встречающимся на участке, но тем не менее, бывают такие дети в реабилитационных центрах, у нас, например, их очень много, тоже возможно обсуждение более раннего введения прикорма, особенно если ребёнок поступает с неадекватным рационом, с несбалансированным питанием или с отсутствием возможности у мамы покупать специализированное питание для этого ребёнка. В этом случае тоже обязательно мы здесь предлагаем рассматривать и более раннее введение прикорма этой группе пациентов. Кроме того, два ребёнка с одинаковым гестационным возрастом могут иметь разные пищевые потребности. Почему? Несмотря на то, что они рождены в один и тот же срок, но они могут иметь совершенно разную массу тела, они могут быть совершенно развиты в морфо-функциональном плане по-другому, и у них может быть совершенно определённая сопутствующая патология, которая определяет очень-очень множество деталей, особенностей введения прикорма этим детям. Поэтому, безусловно, предлагая вот эти ориентиры, мы прежде всего предлагаем вам всё-таки осуществлять индивидуальный подход с учётом особенностей внутриутробного и постнатального развития. А дальше эту очень-очень непростую тему продолжит Вера Алексеевна и поделится дальнейшими нашими подходами к введению этой очень непростой группы пациентов. Спасибо. Мы действительно вместе с Ольгой Леонидовной очень много думали над тем, какие можно дать практические советы, поскольку с единой точки зрения, как уже сказала Ольга Леонидовна, не существует на сроке введения прикорма. Поэтому мы решили, что проще будет разобрать несколько клинических примеров. Ребёнок родился на 36-й неделе с массой тела 2760 грамм. Он находится на смешанном скармливании. Постнатальный возраст 4 месяца. Каких-то серьёзных отклонений в состоянии здоровья у него нет. Нет функциональных расстройств, гемоглобин находится в пределах нормы. Если мы вернёмся к той таблице, которую показывала Ольга Леонидовна, сколько она у нас там слайдов назад, то такой ребёнок должен начинать прикорм, мы должны начать ему введение, уже в 4 месяца. Насколько это целесообразно, как вы думаете? Вы дадите прикорм ребёнку в 4 месяца такому? Или подождёте ещё немножко? Кто даст? Поднимите руки, пожалуйста. Никто не даст. Я рада, что мы едины с вами во мнении, тем более, наверное, вы видите тут подсказку. Мы думаем, что здесь вполне можем подождать до 5 месяцев. Почему в основном? А если бы этот ребёнок был на исключительно грудном скармливании? Вот тогда бы мы, наверное, с вами до 5 месяцев уже не ждали, потому что из сообщений, сделанного Ольгой Леонидовной, из исследований, которые были приведены, совершенно очевидно, что дефицит в минеральных веществах у этого ребёнка возник даже раньше, чем в 4 месяца. Следующий случай. Ребёнок родился на 33 неделе, масса тела при рождении около 2000 грамм, на грудном скармливании. Возраст 4 месяца. У него уже была железодефицитная анемия, но такие дети в большинстве своём получают препараты, железо, и вот в интервале до 4 месяцев он получал соответствующее лечение. Есть нарушения вегетовисцеральные, ребёнок срыгивает, у него отмечается склонность к запорам. По тем рекомендациям, которые мы видели, мы прикорм такому ребёнку должны вести в интервале от 4-5 до 5 месяцев. Нам кажется, что целесообразно именно в такой ситуации начать прикорм чуть раньше, и уже можно это будет сделать. И начнём мы этот прикорм с овощей для того, чтобы решить проблему запора. И через какое время мы можем начать введение каши после введения овощей? Сколько нам потребуется времени, чтобы ввести один овощ? Неделю, ну 10 дней. И после этого мы перейдём к введению детской каши. И ещё один пример. Совсем маленький ребёнок. Ребёнок, который родился с экстремально низкой массой тела на 27-й неделе гистации. Он находится на искусственном вскармливании и получает ту специализированную смесь для недоношенных детей, которую он и должен получать после выписки. Возраст его 5 месяцев. Но он значительно отстаёт в развитии. Минус 2 сигмы. Получают препараты железа. Отмечаются срыгивания, неустойчивый стул. По рекомендации мы должны были бы ввести прикорм в 6-6,5 месяцев. На наш взгляд, нецелесообразно в данной ситуации ждать. Конечно, мы не должны такому ребёнку вытеснять прикорм соками, овощными или фруктовыми пюре. Но мы можем обогатить его питание, назначив ему кашу и разведя смесью, которую ребёнок получает. То есть мы продуктами прикорма не вытесним смесь, а наоборот, ребёнок с кашей, разведённой этой смесью, у нас получит дополнительное питание. Но, безусловно, здесь возможны варианты, как и в каждом из этих случаев. И здесь очень важен опыт врача. Но какие есть общие рекомендации? Конечно, предпочтение стоит отдавать продуктам промышленного производства. Конечно, мы начинаем с монокомпонентных продуктов без каких-либо вкусовых добавок. Здесь чуть медленнее, чем при введении прикорма детям, родившимся в срок, мы увеличиваем объём. И в такой ситуации у нас есть возможность введения продуктов не в одно кормление, как мы назначаем их недоношенным детям, а в два и даже три кормления. Потому что частота кормления у таких детей, как правило, в этом возрасте колеблется в интервале от 7 до 8, даже иногда бывает 9 и 10 кормлений в сутки. И вот более равномерно распределяя продукты прикорма, мы таким образом снижаем нагрузку на желудочно-кишечный тракт. То есть мы можем в два кормления ввести немного каши, безусловно, не полностью, не в полном объёме. В два кормления ввести немножко овощей, в одно кормление ввести немного фруктов. Но каждое кормление до достижения детьми 7-8-месячного возраста должно заканчиваться, ну либо прикладываем ребёнка к груди, если он находится на естественном скармливании, либо докармливанием смесью. И последнее, что мы с вами ведём из продуктов прикорма, это соки, поскольку они никак не решают вопроса, связанного с недостаточностью питания, с которым очень часто сталкиваемся у недоношенных детей. Я уже говорила, что нередко, нередко, наверное, это даже неправильно подобранное слово, в подавляющем большинстве случаев почти 90% недоношенных детей мы сталкиваемся с вегетовесцеральными нарушениями. То есть меняется характер стула, склонность к запорам или неустойчивый стул, дети срыгивают. И здесь мы с помощью продуктов прикорма частично можем решить эту проблему. Это снизит медикаментозную нагрузку на ребёнка. Мы можем вести прикорм чуть раньше, но не ранее, чем в 4 месяца. Но здесь подход особенно аккуратный. Мы начинаем вводить прикорм в очень небольших количествах. И ведя одну-две чайных ложки, иногда удается решить проблему неустойчивого стула или, наоборот, склонности к запорам. Дети уменьшают, уменьшается частота срыгиваний. Если мы не получаем должного эффекта, значит, мы отменяем этот прикорм и пробуем назначение тех или иных медикаментозных препаратов. Если мы эффект получили, то мы ни в коем случае не увеличиваем объём этих продуктов прикорма. Они остаются в том количестве, которое необходимо ребёнку в этом возрасте для решения этой проблемы.